Буква у нас сегодня Зайн. Седьмая буква. Мы с вами, помните, псалмы изучали, да, и когда я, когда мы изучали псалом седьмой, я говорил, вот немножко касался этой буквы и немножко говорил об вот этом воинственном настроении этой буквы. Он так и называл, он так и пишется, да, в Тигелем книге, он так и пишется, мезмор Зайн. Зайн употребляется именно в контексте оружия, ну, меча упоминается, да. Вот есть такой глагол в иврите, да, Лезайн. Он переводится вооружать человека, да, человеку давать оружие, да, на, как бы, и мы с вами сегодня вот вооружимся. И я про этот псалом говорил интересную такую вещь, такая концепция, да, то, что даже Давид этот читает псалом, именно находясь в бегах и в таком, как бы, даже, можно сказать, поражении, да, вот зло его преследует, он от него убегает, вот это все зло, вот эта вся клевета, вот это все, понимаете, работает и становится поводом к написанию псалма, понимаете, как работает Божий человек, да. Все зло, которое вокруг него происходит, да, он против него может бороться, он против него может бегать, но это у него вызывает неответное зло, да, и постоянное какой-то трепет, страхи, да, оно есть, но это не на первом плане. На первом плане у Давида, вот из-за того, что его притесняли и все такое, да, на первом плане у него рождается песнь Богу, как бы, я, когда мы седьмой псалом разбирали, я говорил именно об этом. Вот это зло, оно может, оказывается, посодействовать к добру для человека, но при каких условиях? Тогда, когда в человеке есть вот эта вот богобоязненность, трепет перед Всевышним, трепет перед Создателем, и тогда, как написано, ни одно орудие, сделанное против тебя, да, Исайя 54 глава написано, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь, да, это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Представляете, как мощно, да, когда ты, вроде, притесняем, все зло на тебя, на тебя идет война, тебя хотят убить, тебя хотят уничтожить, и еще так бесславно уничтожить, просто догнать, растерзать, а потом еще сказать, что ты был плохим. В общем, и Давид, он вот в этом страхе убегает, и в этом страхе он рождает псалмы, он прославляет Всевышнего, он поет ему, он молится ему, и этими псалмами сегодня мы пользуемся. Не зря я упомянул Давида, конечно, мы по нашему обыкновению, мы переходим с вами к разделу 118-го псалма, или Тигилим 119, именно раздел, который начинается с буквы Зайн на иврите, да, это 49-го стиха по 56-й стих, и я прочитаю. «Вспомни слово твое к рабу твоему, которым ты обнадежил меня. Это утешение мое в бедствии моем, ибо слово твое придало мне жизненных сил. Злодеи осмеивали меня до чрезвычайности, но от учения твоего не уклонился я». Вот, интересно, да, злодеи осмеивают, а мы остаемся в учении. «Вспоминаю я правосудие твое издревле, о Бог, и утешаюсь. Ужас охватил меня из-за нечестивых, оставляющих учение твое, и с напениями были мне уставы твои в доме странствования моего. «Вспоминал я ночью имя твое, о Бог, и сохранил учение твое. Это сталось со мной, потому что соблюдал я учение твое». Что бы ни произошло, представляете, в жизни, пусть это будет доброе, пусть это будет недоброе, пусть это будет хорошее, нехорошее. Важно знать, какая причина у этого, да. И он говорит, вот так вот произошло в моей жизни, да, меня гнали, злодеи осмеивали, и все такое, и всякое разное было, да. Все это произошло, потому что я соблюдал, да, я сохранял это учение твое. Все это вот так произошло со мной, да. И, так сказать, куда бы ты ни попал, где бы что с тобой ни происходило, да, очень важна причина. Мы знаем, что люди, одни люди могут сидеть, допустим, там в тюрьме, ну, так скажем, в вузах, да. В тюрьме могут сидеть из-за каких-то своих проступков, да, из-за нарушений закона, а другие люди могут сидеть, допустим, в тюрьме, ну, за то, что, допустим, они спасали взятых на убиение, да, людей. На него написали донос, допустим, и посадили в тюрьму, или и расстреляли, да, допустим, как моего вот дедушку расстреляли. Я сегодня вспоминал об этом, мы разговаривали. На него сосед написал донос, и все, приехали НКВД, тройка везли и расстреляли, да, и, ну, вот вопрос быстро решался, да. И неважно, да, исход как бы и у грешника такой же, и у праведника такой же исход, да, мы видим. Но сам человек, он знает, да, почему он попал в эту ситуацию. Либо я из-за зла попал в ситуацию негативную, да, либо я из-за того, что хранил уставы Божьи попал, да. И, конечно, мое сердце меня всегда оправдает. Либо я в сердце оправдан, да, да я же богославен, я же действительно, я же делал благие дела. Что я плохого делал? А меня гнали, да, допустим. И мое сердце, оно меня оправдывает, да. Либо же мое сердце, оно меня обличает, да, вот я там грешник, там, кого-то убил, кого-то обокрал и так далее, оболгал. В общем, мы с вами переходим к изучению такой жесткой, я бы даже сказал, да, мужской такой буквы, буквы, буква Зайн, да. И числовое значение у нее семерка. И у вас на экране сейчас есть она вот, как она, печатная вот такая вот палочка с вот таким вот изголовьем, да. И как она пишется тоже самое, как вот от изголовья протягивается и то же самое палочка. У нее есть, получается, какой-то голова и палочка. Мы видим такая черточка и палочка. Она нам напоминает, на вид она нам напоминает что? Я здесь вам уже указал, справа вы видите на картинке меч. Она нам напоминает меч. Числовое значение этой буквы семь. И семь, это число, оно, конечно же, символизирует что? Духовность. Не просто духовность, но духовность в нашем материальном мире. Чтобы как бы изобразить что-то духовное, что-то какое-то, какую-то великую радость. Какую-то, вот, допустим, в казино, да, три семерки. И человек выигрывает. Победа у него там семь, семь, семь. Все, сошлось. У него вот эта вот душа, дух все трепещет и радуется, да, когда человек выигрывает. Это победа. Это какая-то победа, мы видим, да. Семерка. По большому счету, это семерка, это суть всего. В нашем материальном мире это суть всего. Это то, ради чего этот мир существует. По сути, вот, духовное состояние человека, это именно то, ради чего человек трудится, дружит, общается. Все действия, что он делает в этом мире, он это делает для того, чтобы духовно себя чувствовать как-то хорошо, чтобы вот найти какой-то покой. Каждый человек хочет найти вот этот покой. Наслаждение, вот это вот. Или как Господь почил, да, на седьмой день. Что значит? Он шевет. Шевет переводится созидал. Он сел, присел. Он сел. Каждый человек, допустим, он весь день работает, работает. И чтобы вечером потом присесть, да, вот вечером присесть немножко так и просчитать, ага, все ли я делал правильно для вот этого моего состояния. А тот человек, который не работал, он даже, ну, не обязательно, может, физическая работа, да, может, он не работал над собой, да, там, как-то духовно. То этот человек, он даже вечером, когда присядет, он не может на месте сидеть, он не знает, он места себе не находит, покоя нету, вот этого созидания нету. Шевет вот этого присел и смотришь на свои труды. Нет такого состояния. Так вот, седьмой день – это шаббат, да, шаббат. Тоже, да, то же самое слово. Именно созидать, именно почивать, да, наслаждаться. Прошлая буква, да, ВАВ, число человеческое, помните? Оно нам показывало то, что шесть векторов в пространстве, если прочертить, чтобы мою точку, да, точку меня, допустим, в пространстве указать, где я нахожусь, точку, нужно шесть векторов, да, север, юг, запад, восток, вверх, вниз, да, вот мы вот эти чуть-чуть. Значит, они соединяются все в одной точке, чтобы указать вот эту точку в шестимерном пространстве, да, каждая точка имеет шесть мер, я говорил в прошлый раз. И вот эта точка – это и есть седьмое. Все эти шесть мер, все эти шесть сторон света, получается, все это шестигранное пространство, оно нужно для чего? Для того, чтобы существовала вот эта точка, предмет, человек, неважно. Чтобы что-то вот это существовало, понимаете? Седьмое – важное и главное. То, для чего есть все остальное в этом мире, есть вот это седьмое. Это седьмой вот этот элемент, то, что мы как бы обычно пытаемся определить, когда мы ищем, допустим, мы точку на карте ставим, чтобы доехать до этого места. Вот эта точка, она определяется по шестизначному в оси координат, да, определяется эта точка, и мы к этой точке едем с вами, да, допустим, по навигатору. Получается, ради этой точки есть все эти шесть сфер пространства. Например, шесть дней создания мира, да, Господь создавал мир, заканчиваются седьмым днем. Все эти шесть дней для чего? Для того, чтобы был вот этот шаббат, для того, чтобы остановиться и посмотреть, что же мы наделали, да. Это и есть вообще цель творения, вот эта семерка, вот этот семь. Цель всего творения – это шаббат, это седьмой день. И семерка, она именно это и показывает, понимаете, она показывает, я бы даже сказал, такую вот очень сильную эгоцентричность такую, да. То, что все ради меня, все ради суббота, мы ее называем королева, да, или невеста мы ее называем. Все ради нее, в этот день, все как бы, да, ради субботы, да. И смысл всей недели, он заключается именно в субботе. А зачем тогда работать, если потом в субботу не отдыхать, да. Это же очень сложно жить всю жизнь и не отдыхать. Потом тело ломается, человек ломается, ему необходимо брать целый, уже не один день, ему необходимо брать уже 10 дней отпуска, куда-то лететь, грязи, соли, восстанавливаться. И потом только он опять восстанавливается в свой ритм, да. Зачем это все, если у нас есть шаббат? Тогда мы можем шевет сделать, присесть и посмотреть, для чего мы все эти шесть дней работали. В хасидизме, да, эту букву называют искрой, да, это буква искра. Что такое искра? Искра – это потенциал. Она маленькая, да, еще, но она еще горит немножко, она еще горит. И если ее раздуть, она может стать чем? Источником большого огня, источником творения, да, творения. Ты можешь потом на этом огне приготовить еду, ты можешь этим огнем закалить, как кирпичи построить дом, да. Это энергия, огонь, да. Требуется очень много энергии, чтобы поддерживать тепло, да. Сегодня все страны в мире переживают за энергию, чтобы было дома тепло, элементарно, все просто. В мире, в нашем, все имеет свое определенное назначение. И все имеет свою искру. С чего? С момента, с какого-то ты разожжешь, вот, чтобы газ поджечь дома, да, чтобы там… Необходим контакт, да, искра. Вот если даже два провода, да, мы соединяем, вот так разъединяем, быстро делаем, они начинают искрить. Искра появляется, да. Искра – это именно зародыш, это именно вот какой-то вот потенциал, да. В ней есть огромный потенциал. Это источник бытия, мы ее можем так назвать. Вот символ искры – это именно вот эта буква «Зайн». Да, вот этот шаббат, он нам необходим, чтобы мы, как искра, разожглись, мы шесть дней тлели на работе, допустим, да, условно скажем, на работе. И в шаббат мы… Господь дает нам дыхание, вдыхает, раздул нас шаббат, да, мы опять начали гореть, опять шесть дней мы тухнем, 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 клеем на работе. И опять в шаббат он нас разжигает, нашу искру, да. Вот это седьмой день – это появление вот этой искры, да, искры, божественной искры. И хасидизм, он очень много учений есть по поводу распространения света в мире, то, что еврейский народ, то, что люди, познавшие Бога, они как искрами разлетелись по всем странам и так далее. И они, как маленькие искры, зажигают весь мир, как вот мы делаем это в Хануку, да, с одного огонька и до восьми. Итак, цифра семь, она имеет за собой, я уже сказал, духовную полноту. Дух и святость присутствуют там, где есть эта цифра. Например, семь дней праздника Фессах, да, мы празднуем, или же семь недель отчета Амера. Есть духовная работа, развитие своего духовного потенциала, вот большая-большая работа. Есть семь лет Шмиты, да, семь лет Шмиты обязательно на седьмой год необходимо Земле отдыхать. Есть семь циклов этой Шмиты. Это тогда, когда через сорок девять лет пройдет, и на пятидесятый год обязательно, что? Все Земли возвращаются истинному своему владельцу. Вот в этой семерке что-то такое, большая-большая духовная сила есть. Есть у миноры, есть семь светильников, да, у миноры, у храмовой миноры есть семь светильников, да, мы зажигаем. Точнее, будем зажигать в храме вот эти семь светильников. Севрита, севрита интересно, вот это слово помни, которое говорится о шабате, да, я в прошлый раз говорил шамор в захор, да, мы вот эту в изучали, да, от буквы вав, которая и переводится, да. Так вот, первое слово шамор, это храни, от слова шомер, да, это хранитель шомер. И захор, слово, вот это как раз появляется буква займ, да, захор. Вот был праздник Йом-Зикаром, да, был вчера, день памяти, оживлять свою память, да. Да, необходимо помнить шаббат. Для чего шаббат нам необходимо помнить? Кто может мне ответить? Бог дает заповедь помнить шаббат. Вот для чего мы эту заповедь соблюдаем? Каким образом? Для чего и каким образом? Ну, давайте, если... Можно ответить, да? Конечно, обязательно можно. Ирина, давайте. Необходимо помнить, это потому что заповедь Бог повелел, да, и сказал, что освящайте день субботний. Вот чтобы что-то запомнить, что нам необходимо? повторять вот нам нужно это повторять правильно нам ну нам необходимы какие-то запоминалки например атрибуты шабата там свечи зажечь до свечи зажег и всем показал напомнил ребятам благодаря свечам мы с вами можем понять жена зажгла свечи а меня дома нет допустим да она сфотографировала на телефон и мне прислала и напомнила она вот эту заповедь за хор соблюла она мне сфотографировал прислала и говорит шаббат шалом я сразу же оба жена уже свечи зажгла надо бежать скорее домой ну примерно да вот эти вот триггеры до которые нам нам напоминают а теперь о чем же нам напоминает этот шаббат теперь если мы помним о субботе то суббота напоминает нам о чем шести дня творения шесть дней творения и седьмой день отдохновения на и не говорящий нам изначально этот седьмой день он говорит нам изначально что вы не рабы ребята вы не рабы вам не надо 24 на 7 ежи такая вывеска я хотел сейчас ее тоже вот в этот слайд добавить но не стал 24 на 7 до ежи такие магазины то что там все прям работают постоянно это конечно хорошо ты в любой момент можешь выйти прийти купить аптека или магазин это конечно хорошо но представьте человек представьте ладно магазин они посменно как-то работают да обойдем это а вот представьте человек 24 на 7 постоянно занят в работе в какой-то ну может там мыслительной какой-то там постоянно о чем-то заботы работы постоянно у него какой-то это да так вот помнить шаббат это именно о том чтобы помнить что ты не раб да что вывел тебя господь из египта что освободил тебя господь смертью крестной да мы называем это ты свободен ты можешь всему миру сказать у меня сегодня шаббат шаббат шалом и тебе весь мир скажет шаббат шалом тебе дорогой вот для чего нужен этот заход память это то что соединяет людей вот есть вот допустим день памяти до в израиле вчера был до звучит сирена все люди неважно откуда они приехали какой цвет у них кожи знают они друг друга или не знают они благодаря этой памяти пониманию самого слова память до память она объединяет нас всех допустим будет у нас вот скоро праздник 9 мая день победы в этот день все сами все ходят выходят там делают сейчас бессмертный пол в этот день люди начинают вспоминать до или был там родительский день люди вспоминали своих родителей да понимаете память она работает на соединение несоединяемого понимаете мы не можем соединиться таким большим количеством людей всенародно соединиться если у нас не будет памяти общей вот допустим у нас есть общая победа до день там 9 мая и благодаря памяти об этой победе мы массово можем соединиться и все вместе празднуем да так же как и мы празднуем песах да допустим у нас есть память да вот наша духовная память о нашем агнце который был заклан за нас мы это в памяти напоминаем себе и собираемся все вокруг объединяемся все вокруг этого агнца мы каждый день 7 дней в неделю 24 на 7 просто физически не можем быть вместе понимаете именно агнец благодаря захор это буква заин напоминание она нас соединяет я бы даже сказал немножко жестко соединяет есть люди которые допустим да не хочу я там да что это такое 9 мая не буду праздновать но немножко жестко да люди говорят этот день памяти и должен его помнить да что это такое там песок не там все пишут эсэмэски ну-ка приезжай приезжай к нам на песок тебе нужно отправиться тебе нужно как бы отметиться свободный ты или не свободный интересно то что однокоренное слово с этим захор есть такое слово захар которое переводится мужчина с именно задача мужчины хранить прошлое задумайтесь над этим да мужчина он всегда должен помнить вот это прошлое он всегда о нем больше заботиться женщина жив она всегда заботится о будущем а что будет завтра а надо вот это надо вот это на а мужчина он думает о прошлом а как это было хорошо надо это повторить мужчины говорят да у них вот эта память о прошлом да то же самое однокоренное слово мужчина захар да переводится с иврита захар да и это именно о прошлом он мне сделал плохо все я возьму меч да вот этот займ и пойду на войну я помню я запомнил да вот так вот это происходит мы видим буква имеет форму меча займ с иврита переводится оружие с помощью этой буквы хорошо вести войну если вы посмотрите вниз вот здесь я вам показал букву z и букву 7 и цифру 7 до 7 она в миру вот так просто в миру 7 это какое-то счастливое число да счастливое с этим числом можно выиграть я уже говорил там джек-пот три семерки там и так далее счастливое число и вот этот буква z мы знаем да сейчас вот происходит на украине там какая-то военная операция и там они рисуют эту букву z и не неспроста буква займ это именно переводится оружие каббалисты говорят то что с этой буквой тикун олам не получится да если все зациклится вокруг святости шаббата то ну да например да то что мы будем все все зациклены вокруг святости шаббата мы будем все зациклены вокруг каких-то там супер духовных откровений постоянных да тогда тикун олам не получится если мы будем воевать за это даже за шаббат да там этого не получится тикун олам тикун олам исправление мира он не делается вот этим воинственным настроением насильно мил не будешь да говорят вот так вот это буква займ она именно такая вот жесткая мужская помни 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 да а тикун олам мы знаем что это вечность это будущность это вот немножко вот этого женского необходимо просто данном чтобы войти в вечность ладно я не буду особо туда углубляться но чтобы вы понимали что займ это меч или нож с помощью его с помощью него можно отсечь все ненужное да все лишнее отрезать да можно даже так сказать обрезать до да обрезание да делается этим зайном да и даже если шаббат седьмой день недели шаббат и на этот день выпадает восьмой день когда нужно обрезать младенца нужно нарушить шаббат для того чтобы обрезать за займу да это вот это вот соединение как раз седьмого шаббата вот этого до мужской силы и еще одной мужской силы займ которая должна обрезать и она как бы вот происходит вот этот взрыв еще здесь на картинке вы видите очень интересный элемент это пища вот он в такой в треугольный ряд как такую такую нашел картинку мы видим здесь хлеб снизу дал в основном много хлеба всякие фрукты и овощи мясо рыба и так далее мы видим это все на картинке так вот севрита слова за переводится пища пропитание молитва после еды она называется как беркат амазон да вот амазон да вот это зан это пища молитва после пищи с хлебом если была допустим пища с хлебом то после этой еды ты должен обязательно благословить тоже всевышнего прочитать беркат амазон можно сокращенно да от всего то что твое мы кушали господь всевышний да за это мы благодарим тебя допустим когда мусульмане кушают они тоже делают да типа беркат амазона вот этого да так перейдем на следующий слайд очень важный текст который здесь необходим необходимо прочитать облекитесь да во всеоружие божие это послание ефесянам 6 глава с 11 по 20 стиль так как зайн у нас вот это вот мужская оружие меч да вот этот вот которым можно действительно отсекать все ненужное мы прочитаем этот текст апостол павел он знал да о чем пишет это естественно духовный человек он прекрасно понимает о чем он пишет и каким языком и кому это и как надо говорить да чтобы потом мы через две тысячи лет проникнулись этим текстом смотрите облекитесь во всеоружие божие да всеоружие мы можем уже делать пометку он говорит зайн да он говорит вот этот вот сила да которая есть в оружии да займ мужская сила чтобы нам можно было стать против козней дьявольских да против зла против дьяволу против сатана против обмана против греха против убийств да чтобы мы стать могли да и он говорит потому что наша брань вот эта брань вот эта война она не против крови и плоти она не против не надо нам никого убивать с вами, да, в смысле людей, да, не надо плоть там надрезать, отрезать, там, резать, пронизывать, но, говорит, против начальств, смотри, сразу в голову, против, он нас отправляет, начни с буквы алиф, да, в голова, помните, да, буква алиф, это начальство, власть мироправителей тьмы века сего, против духов, очень важное слово, духи, да, злобы поднебесной, я говорил, что семь, это число духовное, да, духовное в соединении с шести днями материальными, да, теперь мы, находясь в седьмом дне, мы помышляем, а как же мы материально все, что мы сделали, да, как бы он говорит, а здесь, если ты все эти шесть дней грешил и был подвластен этим злым духом, да, то теперь он дает формулу, тебе нужно вооружиться против этих духов злобы поднебесной, для сего примите за им все оружие божие, да, вот эти облачения, да, дабы вы могли противостать в день злой, потому что не всегда все будет вот так вот, как уси-пуси, будет и злой день, да, и вы должны быть готовы к этому злому дню, и все преодолев, еще и должны устоять, да, не забывайте, итак, станьте припаяться в чресло ваше и истинное, я не буду разбирать сейчас те места, которые не относятся к нашей буквы, я просто прочитаю, и облегшись в броню праведности, это очень важно, и обув ноги в готовность благовествовать мир, да, идти вперед, шалом всем нести, а паче всего возьмите щит веры, это защита, да, вера наша, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, да, это защита, а тут он переходит, меч, говорит, духовный, вот этот меч духовный, это и есть вот этот займ, это и есть этот шаббат, это и есть вот эта духовная сила, которая берется неизвестно откуда, обычно люди не знают откуда у него эти силы, а мы знаем, где мы их берем, мы их берем у Всевышнего, мы их берем посредством чего апостол Павел говорит, которое есть Слово Божие, интересно, изучая Слово Божие, познавая его, применяя его, действуя на основании Божьего Слова, да, ты будешь иметь вот этот меч, у тебя всегда будет вот это силище богатырское, да, всякою молитвою, вот оно, он раскрывает, да, молитву и прошение, молитесь во всякое время духом, да, входите вот в это состояние, помните день субботний, как можно помнить день субботний, не обязательно его помнить только в шаббат, мы можем всю неделю готовиться к этой субботе, и этим мы покажем память, мы каждый день можем, молясь, вспоминая Господь, дай мне силы прожить эту неделю, дай мне силы устоять, чтобы в шаббат я перед тобой стоял на обеих ногах, да, чтобы я в шаббат перед тобой стоял вот в силах, бодрый, да, чистый, он говорит, вот, во всякое время духом, опять же, о духе, да, говорится, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством молений о всех святых, не только о себе молитесь, но молитесь, когда мы молимся, да дашь ты мир нам и всему Израилю, да, мы говорим вот так в молитве, это и есть, апостол Павел об этом говорит, и о мне апостол Павел говорит, и обо мне тоже, понимаете, дабы мне было дано слово, он тоже заботится о том, чтобы ему слово было, устами, вот это очень важный текст, устами моими открыто и с дерзновением возвещать тайну благовествования, это важнейший текст, это именно говорит о действии силы Зайн, тогда, когда на тебя зайдет вот эта мужская сила с дерзновением, он говорит, для этого я и сижу здесь, да, в этих вузах, как царь Давид, да, когда он писал, он писал псалмы, находясь в больших-больших проблемах, просто под страхом смерти, он писал псалмы Господу, и он говорит здесь, вы молитесь обо мне, чтобы Господь дал мне слово, вот этот псалом, чтобы у меня была сила вот эта мужская Зайн, нести в мир с дерзновением, да, возвещать тайну благовествования, делая что-то по слову Божьему, мы всегда должны быть уверены, что это принесет нам плоды победы, если мы поступаем по слову Божьему, мы победим, это оружие, оно у нас, вот представьте, да, сам Бог тебе дал оружие, и мы знаем, что такое это оружие, да, я уже сказал. Так вот, буква Зайн, она как символ борьбы, вот за вот эту, за восстановление гармонии, да, вот был шестой день, ВАВ, да, шестая буква, ВАВ, число человеческое, и вот эта материя, эта полнота материи, все было создано на шестой день, да, и буква Зайн, это как будто борьба за вот это вот, за гармонию между духом и материей. Дух тогда бодрствует, когда мы наслаждаемся той материей, которую мы по слову Божьему сотворили за все шесть дней. Поступая по слову Божьему шесть дней, ходя праведными путями, соблюдая заповеди и так далее, мы в шаббат с вами входим, как вот, как на брачный пир. Если же мы за неделю там спотыкались, ошибались, то в шаббат мы входим разбитые, ушатанные, как бы общипанные, да, но все равно входим, и вот такие, и как вот эта маленькая искра долетает, и опять разжигается, да. Так вот, вот этот Ваф, число человеческое, и Зайн, число духовное, они даже по виду они очень похожи. Ваф – это вот эта палочка, да, а Зайн – это вот эта уже корона, которая показывает невесту, да, невесту, царицу, субботу. Ваф – это пятничные хлопоты, когда ты в пятницу, у тебя полнота материального, да, ты там бегаешь весь, просто три шестерки, да, там 666, число человеческое, ты крутишься, и халу хочешь купить, и там пожарить, и все, и дома убраться, и вино купить, и все, и все, и стол накрыть, и все, все, все успеть, вот эти пятничные хлопоты, да, для того, чтобы Зайн, как бы, был достигнут, Дзен, да, говорят, Дзен, чтобы был достигнут, да, вот это Зайн и Дзен, да, они созвучны, да, это вот это седьмой шаббат, вот это, да, был достигнут, состояние шаббата нам, чтобы потом Захор напоминало о том, что ты не раб, о том, что ты вышел из Египта, вышел из своих вот этих рабочих обременений, постоянных забот, постоянных каких-то обязанностей там, ты вышел в шаббат, вышел в соединение со Всевышним, мы шаббатом напоминаем всему миру, что Всевышний наш Господин, что мы его заповедь чтим, соблюдаем, помним и храним, и что он нам дает вот этот покой. Интересно, заметил еще я то, что вот шестой сын у Леи был Звулун, да, и я говорил, да, то, что Зав это пропитание, и Звулун это единственный сын, у которого имя начинается на букву Зайн, Звулун, получается, он получает в наследие, да, он получает во владении именно земли, которые, его имя Звулун переводится жить или обитать, да, и он обитает и живет вот на вот этих землях плодородных, самых плодородных землях, которые впоследствии потом назвали Галилея. Мы с вами знаем Галилея, кто ездил по Галилее, вы видели, там просто вот эти огромные-огромные вот эти поля всяких злаков, всяких вкусных овощей и фруктов, да, Галилея, она прямо, это просто вот изобилие пропитания, да, и вот надо же, как вот, да, именно у Звулуна, да, у того, кого имя начинается на Зайн, он получает вот это в наследие. Итак, давайте мы пройдемся по словам еще. Я сейчас открою вам слова. Очень важно обратить внимание именно на слова, на написание. Первое, я уже говорил вам Захор, вы видите, вот оно первое слово, переводится помни. Закорет мы говорим, да, помни день субботний. Мы когда с вами читаем молитву, да, ведущий говорит Закорет, помни этот день, день субботний, Закорет, шаббат, да. Второе слово, вот это слово Азахар, да, мужчина, которое переводится, да. Следующее, вы видите оружие, да, кли, зайн, да, где кли, это переводится как бы инструмент определенный, а зайн переводится вот такой вот, как, ну, меч, да, инструмент меч. Зайн – это именно оружие, инструмент оружия, инструмент орудия, да, так скажем. Дальше мы видим Зан, слово, это пропитание, да. Еще мне вот это вот слово, да, которое Зед, да, слово, где Зайн и Далит, да. Зайн – вот это вот сила, шаббата вот это, да. Если ты ее как бы вот Далит, мы с вами уже изучали, да, поэтому мы можем остановиться. И если ты эту силу как бы шаббат выпустил из двери своей, да, из своего дома, выпустил, ну, в смысле не удержал, да, Зед вот это, то ты как бы злоумышляешь, что ты становишься злодеем. Ты постепенно, постепенно, если шаббат, твой дом шаббат не хранит в твоих дверях, да, в твоем доме, да, вот эту мужскую твою силу, вот эти мужские порывы, меч, вот этот, память постоянная. Мужчины же, они все помнят, они помнят, кто когда мне там дорогу перешел, да, да, я. Вот будет тот момент, я ему вот так секу или подсеку, да, все помнят мужчины, да, это такая черта. И вот эту вот силу тебе нужно за дверью держать, потому что это шаббат, это седьмой день, вот эта духовная сила. Ты должен молиться, закрыть двери и молиться весь шаббат, да, и тогда ты не будешь злоумышленником. Но если ты выпустишь из дверей, да, вот эту вот силу, ты перестанешь чтить шаббат, перестанешь чтить Господа, то эта сила, она сделает тебя зет, злодеем, да. Зайн олицетворяет оружие, то, что забирает жизнь, да, оружие забирает жизнь, оружие можно убить, да, кого-то. И зайн также переводится пропитание, то, что дает жизнь, понимаете, да, как Всевышний в этой букве скрывает вот этот шаббат и наше отношение к шаббату. Либо мы его, вот этот седьмой день, либо мы выделим для себя, как там семерки, удача, ууу, шаббат, казино, отели, там, рестораны, гулянки, да. Либо мы вот эти три семерки, да, воткнем. Либо мы будем исполнять шаббат и почитать в этот день Всевышнего и чтить его заповеди, возглашать ему славу, да, и почитать его. И тем самым пропитание на нас будет сходить, пропитание. И мы будем иметь вот этот меч духовный, который, в принципе, непобедимый, да. Никто не может победить. Тогда, когда у тебя есть духовный меч, просто у тебя, ну, равных с тобой никого нет. Никто не устоит, ни один враг не устоит, да, потому что у тебя есть вот этот меч Слова Божьего. Пусть Всевышний обильно благословит нас знанием, его заповедей, соблюдением, чтобы мы не просто читали, чтобы не просто изучали, но мы еще и действовали, чтобы мы еще и исполняли и относились к служению, относились к соблюдению серьезнее, да. И помнили, помнили, всегда помнили для того, чтобы соединяться. Вот человек, когда забывает, он как будто отсоединяется, да, вот, допустим, ну, кто-то вот забыл, допустим, в WhatsApp заглянуть, чтобы ссылку, да, там, по ссылке пройти и зайти на наш урок. Просто забыл заглянуть, и все, и он отсоединится, да, поэтому я желаю нам всем, чтобы мы помнили, не забывали. Даже если мы не подключаемся, чтобы мы в сердце всегда помнили, помолились за того, кто проповедует, кто дает, делится словом, вспомнили. Короткая молитва, Господь, благослови служение, и пусть будет там твоя сила и твое слово военний шоу. Вот, ну, таким образом, как бы, да, вот эта вот память, чтобы она жила. Ну, на этом я заканчиваю. Всего хорошего вам. Продолжение следует...